Сегодня я хотел бы делиться таким Божьим Словом. Я кое-что приготовил. Так, сразу вижу, дети заулыбались. Знакомая вещь, да, у некоторых? Когда мы видим ремень, у нас сразу ассоциация какая? Нет, почему сразу наказание? Почему? Вы знаете, сегодня, вообще это очень интересная вещь, ремень предназначается для того, чтобы поддерживать брюки. Он для этого предназначен. Но сегодня я был удивлен. Я просил у братьев ремень. И братья говорят, нет, без ремня у меня будут штаны держаться. То есть они носят ремень, как аксессуар. Он им в принципе не нужен. Потому что у них так сшиты брюки, их штаны, что они держатся. И ремень они носят для красоты. Потому что без ремня как-то, как-то не очень. Как бы не по-мужски, да, надо... А, ремень, он, если есть ремень, то все, я мужик. То есть без ремня я как-то уже... Но у меня не так. Если я сейчас вытащу ремень, у меня сразу возникнет проблема. Мне нужно будет так стоять. Одной рукой держать микрофон, другой подержать. У меня так. Но я делаю такую ремарку. Я хочу сегодня говорить одну очень важную вещь. И мне хочется, чтобы она села глубоко в вашем сердце. Я готовлю серию проповедей о Божьем оружии. Вы знаете, что каждый христианин, когда принимает Иисуса Христа, он не просто попадает в какую-то такую духовную эйфорию, где Бог его во всем оберегает, хранит, защищает. И он такой, как на облачке христианин, который на облачке спорхает, вокруг него ангелы. Нет. Мы живем с вами на земле. В мире много зла. В мире много искушений. И Бог спас нас. И мы встали на Его истинный путь. Мы встали на Его тропу. И каждый христианин, принимая Иисуса, он выходит на войну. Жизнь христианина – это битва, это сражение, это война. Библия четко и ясно говорит нам о том, что мы несем сражение. Мы сражаемся не против людей, но мы сражаемся против духов злобы поднебесной. Мы воюем против дьявола. Мы воюем против его войска. Конечно, Бог помогает нам. Его ангелы помогают нам. Но тем не менее, мы как люди верующие, мы должны это четко осознавать, что мы находимся на войне. И что происходит, как на любой войне? Есть те, которые проигрывают сражение, и есть те, кто одерживают победу. Я не знаю, проигрывали ли вы когда-нибудь. Я много раз одерживал поражение. Но и бывали такие прекрасные дни, моменты торжествующие, когда в битве, в этой духовном сражении, преодолевая зло и искушение, я выходил победителем. И я чувствовал, как враг отступает. Иногда я чувствовал, как враг бежит. А я твердо следую за Иисусом. Слава Богу. И я сегодня буду говорить буквально об одной части духовной войны. Но мне хочется, чтобы мы сегодня глубоко осознали, для чего нас призвал Господь, где мы находимся. И что нам необходимо, для того, чтобы одерживать победу. Давайте мы прочитаем это удивительное место, которое апостол Павел писал к посланию Ефесянам 6 главе, с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, дабы вам можно было стать против козней дьявольских». Мы видим с вами. Мы стоим на пути, где дьявол строит козни. В четверг мы чуть-чуть затрагивали эту тему. Где дьявол строит ловушки. Его цель и его задача сбить нас с истинного пути, увести нас от Бога. И он будет делать это до тех пор, пока мы живы. Он, как крыкающий лев, будет ходить за нами, искать того момента, чтобы свалить нас. И мы видим, как много братьев, сестер были сражены дьяволом, были повержены. Некоторые сейчас пытаются вернуться, восстановить свое духовное состояние, а некоторых мы навсегда потеряли. Братья мои, сестры, мы находимся в действительном сражении. И это не игра в Бога, это не шутка. Это жизнь. Жизнь, которая определит нашу вечность. Если мы проиграем, мы можем лишиться вечности. Бог призвал нас побеждать. Он дал нам все необходимое для этого. И так мы видим козни дьявольские. И здесь апостол Павел, он призывает, облекитесь во всеоружие Божие. Как на физической войне, чтобы побеждать, войну необходимо иметь доспехи и оружие. И точно так же в духовной войне, каждому христианину необходимо иметь духовные доспехи и духовное оружие. И здесь апостол Павел призывает, облекитесь. То есть наденьте на себя, облекитесь во всеоружие. Не одно оружие, а их несколько. Все оружие. И тогда вы сможете стоять против козни дьявольских. Вы можете противостоять всем тем уловкам, всем тем козням, которые дьявол строит для того, чтобы свалить нас. Аминь, друзья. Аминь. Далее 12 стих. Павел, он показывает нам, в какой войне мы находимся. Потому что наша брань, или наше сражение, наша битва не против крови и плоти, не против человека. Очень часто мы думаем так, мы сталкиваемся со злом, который исходит из человека, и у нас автоматически агрессия сразу на человека. Но мы должны знать, что наша брань не против человека. За каждым злом, который исходит от человека, стоит духовное существо. Стоит дьявол, бес или демон, который толкает этого человека против нас. Иногда это могут быть и наши близкие, родные, братья и сестры, это могут быть соседи, коллеги по работе. Люди, через которых мы искушаемся, или впадаем в искушение, терпим зло, или терпим какой-то вред. Поэтому здесь четко и ясно Павел пишет, что наша брань не против плоти и крови. Мы должны знать, за всяким искушением и злом стоит дьявол. Но наша брань против начальств, властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесной. Мы сражаемся против нечистой силы, мы сражаемся против духов бесовских. Аминь. Далее тринадцатый стих, он говорит, для сего, именно для этого сражения, примите все оружие Божие. Опять он говорит, примите все оружие. Не одно, не два, а полное обмундирование. И он говорит, вы должны облечься в полное обмундирование, воинское, а духовное оружие. И далее он говорит, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Это важно. А важно понимать, что в жизни человека придет этот день. Этот день злой приходил и во времена житья Иисуса. Этот день приходил в его жизнь, этот день приходил в жизнь апостола Петра, Андрея, Иоанна, Павла, Стефана. Этот злой день однажды придет и в нашу жизнь, и в чью-то жизнь он уже приходил, и может быть придет и еще. Но Библия говорит нам, что мы можем противостоять день злой. И когда этот день злой будет раскачивать нашу веру, чтобы сразить нас, свалить нас, мы можем устоять, преодолев это искушение. Но без оружия, без духовного оружия мы не можем преодолеть все эти искушения. Мы не можем преодолеть, мы падаем. Нам необходимо облечься во все оружие Божие. И далее, посмотрите, он перечисляет вот эту воинскую духовную амуницию, которую каждый христианин должен иметь. Будьте внимательны, смотрите. Итак, встаньте, припоясав чресла вашей истинною и облегшись в броню праведности. Первое воинское обмундирование. Какое? Пояс истины. Второе. Броня праведности. Далее, 15 стих, он говорит, «И защитите ноги». Обув ноги, готовность благовествовать мир. То есть защита на ноги. Дальше. А паче всего, возьмите щит веры. Он паче всего, то есть он говорит, что это особенно, это должно быть обязательно в вашем духовном всеоружии. Щит веры. И он объясняет, почему. Потому что именно благодаря ему вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Дьявол посылает стрелы, разжигает, поджигает эти стрелы, и он стреляет их в христианина. Но щит веры дает нам эту возможность. И далее, посмотрите, 17 стих, «И шлем спасения». Нужно закрыть голову. Дьявол бьет по голове, атакует наш разум, атакует нас разными мыслями. Вот самая простая вещь, уклонюсь немножко. Кому приходили суицидальные мысли, скажите? Кому хотелось уйти из жизни? Хоть раз такое было? Что я один, два, мы с Андреем. Всех остальных все было хорошо, жить хотелось, да? Всегда хотелось жить. Но именно это говорит о том, что мы могли переживать этот дьявольский посыл, когда в минуту кризиса, в минуту проблемы, в минуту разочарования вдруг нам не хотелось жить, а вдруг хотелось уйти из этой жизни. И мы не осознавали и не понимали того, что это была прямая дорога в ад. И лишая себя жизни, человек нарушает Божью заповедь, не убей, и прямой дорогой уходит в ад. Далее, он говорит, и меч духовный, который есть Слово Божье. Вот эти основные, основное воинское оружие, еще раз, пояс, второе, броня праведность, третье, защита, обуть ноги, четвертое, щит веры, который мы имеем, пятое, шлем спасения на голову, шестое, меч духовный. Вот эти шесть вещей, они должны присутствовать в каждом христианине, если вы хотите одерживать победу, если вы хотите в день злой устоять, и все преодолевший выстоять, следуя за Иисусом. Эти шесть вещей должны присутствовать в вашей жизни. Сегодня я хочу говорить об одной воинской амуниции. Это пояс. Пояс истины. Почему я начал? Вы знаете, в жизни человека пояс истины. Очень часто в жизни христианина, я такое наблюдаю, просто как аксессуар. Мы носим Библию с собой. Почему? Вот даже мы привыкли, у нас смартфон, в смартфонах есть Библия. И мы не уделяем внимания, мы не ценим, у меня есть Библия там. Я говорю, у меня есть смартфон. Библия – это всего лишь там приложение. Вот так у вас. Что самое ценное в вашем смартфоне? В самом смартфоне что самое ценное? Фотографии, будильник, возможность выйти в интернет, интернет, инстаграм, фейсбук. Что самое ценное? Самое ценное? Позвонить – самое ценное. Но мне хочется, если мы имеем смартфоны и в них имеем приложение Библию, чтобы самое ценное в этом смартфоне была для нас Библия, а все остальное поверхностным, чтобы Библия, она была не приложением в смартфоне, а оно было той возможностью, из которой я могу черпать для себя жизненные силы, познавать истину, соприкасаться в истину. Знаете, для многих сегодня, христиан, ремень, этот пояс, всего лишь аксессуар. И для многих истина быть христианином, посещать собрания, ну даже молиться. Мы можем слышать, когда человек, кроме молитвы и отче наш, он не может молиться, он долгие годы ходит в церковь, но он не знает, у него нет искренней молитвы. А если он и молится, то это какая-то заготовка. Он готовит свою молитву в уме, а потом, когда просят помолиться, он молится ей. Друзья мои, я хочу, чтобы мы сегодня порассуждали. Библия говорит нам о самом первом воинской, о самой первой воинской амуниции, духовной. Это пояс истины. Вы знаете, что удивительно? Истина, если вы имеете пояс, ну просто с ним ходите, имеет ли это какой-то смысл? Ну так вот, просто ходите с поясом, имеет ли это смысл? Ну в принципе, как нет, ну в принципе, ну, комаров можно отгонять. Пояс предназначен для другого, он предназначен для опоясывания. Вы слышите? Вот для чего он предназначен. Вокруг. Не для того, чтобы он висел, не для того, чтобы он украшал, он предназначен для того, чтобы вокруг опоясывать. Пояс истины вокруг, и спереди, и сзади, и сбоку. Он затягивает вокруг человека. Затягивается вокруг человека. Вы знаете, Библия дает нам четкое и ясное понимание о том, что есть истина. Я хочу, чтобы вы поняли, есть три момента. Первая истина, это правда. Но это не так, конечно, правда, помните, как ты читаешь газету правду и понимаешь, что там все одно вранье. это не та правда. Правда, которая есть правда. У нас на задней стене, посмотрите, обратите внимание, поверните голову, несложно, написано, Иисус есть путь и истина. Иисус является истинной. Братья мои, сестры, так если я имею пояс истины, то задача этого пояса вокруг обвязать, подтянуть, вокруг, затянуть вокруг себя кем? Иисусом. Правдой. Иисус должен быть у нас и входом, и выходом. Мы должны вокруг себя не просто как аксессуар, о да, я верю в Иисуса, аллилуйя, но Иисус должен быть моей жизнью. Я припоясаюсь Иисусом. Иисус должен быть фундаментом или истина, которая в Иисусе, она должна быть фундаментом. Мы должны понять, что без пояса воин не может быть воином. Без истины, без пояса истины, без Иисуса, без этой истины, как фундамент христианской жизни, вы не можете быть настоящим духовным воином. Потому что к поясу все. Пояс дает вам удобство в сражении. Пояс это то, куда вкладывается меч. Пояс это то, что не дает расслабиться. Вы знаете, когда мы приходим домой, ну мужчины так, наверное, и мы хотим расслабиться от тяжелого трудового дня, мы берем и ремень распускаем, сразу у кого-то живот вылазит. И он так, без ремня. В ремне очень сложно. Ремень, он, ну, я понимаю в том смысле, что если ремень не как аксессуар, а как нужная вещь, то ремень, он не дает тебе расслабиться. он тебя как бы сдерживает, он постоянно держит тебя в таком определенном тонусе, в напряжении. Ты переживал кто-то такой или я один? Да. Вот подвязаться истиной, что это значит? Или что такое припоясание? Это когда мы затягиваем вокруг себя этой истиной. когда Иисус для нас становится истиной, является нашим фундаментом. Это когда мы готовы к служению. Христианин готов к служению. Христианин это не расслабленный христианин, то есть человек, который припоясался истиной, он находится всегда в таком, в такой готовности служить Господу. Помните когда Христос умывал ноги ученикам? С чего он начал? Он снял одежду верхнюю и припоясался, и после этого он начал служить. Вот припоясание это такая готовность служить Господу. Без этого, без готовности служить Богу вы не сможете быть настоящим воином. Но вы будете проходить через какие-то сложности, трудности, искушения вы будете проигрывать. Знаете, я представлю такой воин без пояса, рубаха и шлем на голове. И вот он в бой идет. меч в руке, пояса нет. Такой, ну типа русский богатырь. Нет. Бежит, а штаны спадывают. И к сожалению такое бывает. Позорное христианство. Мы читаем историю о том, как несколько сыновей первосвященника иудейского первосвященника Скиева, они увидели, как апостолы изгоняли бесов. Прогоняли. Они тоже захотели. Они увидели, что они делали, апостолы делали это именем Иисуса Христа, и они тоже захотели. И кто знает продолжение истории? Они там поймали какого-то бесноватого, начали из него изгонять беса. И бес через этого бесноватого одержимого человека начал к ним говорить. Их семь мужчин. Иисуса знаю. И Павел мне известен. А вы кто? И Он взял над ними такую власть и силу, что они избитые, нагие, изорванные, бежали прочь от одного бесноватого человека. Мы видим с вами, история, библейская история говорит нам ясно о том, что мы можем обладать какими-то навыками, но если истина не является для нас подвязанием, если или по-другому мы не подвязываемся истиной, если в нас нет готовности служить Богу, хотя бы готовности Ему служить, мы проиграем наше сражение. И я наблюдаю сегодня такое пассивное христианство. Пришел в собрание в воскресенье, отсидел в нем, пошел домой и живет такой какой-то жизнью без побед, жизнь в проигрыше, жизнь под влиянием тьмы. Еще, друзья, мы одну вещь, которую мне хочется сказать. Что такое истина об истине? Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна 4 глава 23 стих. Здесь Господь говорит, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Посмотрите, Иисус ясно выделяет, Он говорит, есть истинные поклонники. То есть, если Он говорит, что есть истинные поклонники, значит, есть поклонники, которые неистинные. То есть, есть истинные поклонники Богу, а есть неистинные поклонники. И дальше Он говорит, Как различить? Вот истинные поклонники, они поклоняются Отцу в духе и в истине. И таких поклонников Бог ищет. То есть истинный поклонник, он поклоняется в истине. Знаете, что значит поклоняться в истине? У нас такой сложился стереотип. Поклоняться Богу, это обязательно петь, благодарить, хвалить. Да, это часть, часть поклонения. Это выражение состояния нашего сердца. Но поклонение в истине, это немножко другое поклонение в истине. Это когда мы знаем, что угодно Богу и быть послушным Его Слову. Вот как истинный поклонник, еще раз. Знать, что угодно Богу и быть послушным Его Слову. Это есть пребывание в истине. Подвязаться истинною, припоясаться истинною. Это значит, знать, что угодно Богу. Быть послушным Его Слову и всегда быть готовым. Служить Ему. Посмотрите еще раз, послание к Ефесянам. Шестая глава, четырнадцатый стих. Перед тем, как Павел пишет о припоясании, он говорит там одно слово, нужно что-то сделать. Перед тем, как припоясаться, нужно что-то сделать. Посмотрите, что нужно. Итак, встаньте. Одевать ремень, когда ты лежишь, удобно? Можно одеть ремень лежа? Можно, но сложно. А сидя? Братья, скажите, какой нормальный мужчина лежа одевает ремень на брюки? Я говорю вам сейчас не про ремень кожаный. Братья, какой нормальный мужчина одевает ремень сидя? Это сестры, вы говорите. Я братьев хотел спросить. Вам откуда знать, вы ремни не носите? Больной? И я вам скажу, я очень часто одевал ремень лежа и сидя. Не потому, что мне так хотелось, потому что я по-другому не мог. Но, к сожалению, такое можно видеть сегодня в христианстве. Ремень, как больной, духовно больной, он обречен. Поэтому нужно встать. Нужно выйти из расслабленного такого состояния. Следующее, что есть истина. Давайте мы посмотрим 2 Тимофея 1 глава и 13 стих. Посмотрите. Апостол Павел пишет Тимофею. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Здравое учение. Что это? Это правильное понимание Божьих законов. Это тоже очень важно. Не поверхностно. Наши дети выходят, они читают нам стихи. Это здорово. Стихи из Библии. Но наших детей еще нужно научить правильно понимать библейскую истину. Правильно понимать. Именно здесь Павел пишет здравое учение. Учение, которое держится в духе Евангелия. Мы можем сегодня видеть очень много разных трактований Писания. И ты можешь найти на любую тему. Есть даже с кем-то мы разговаривали столько переводов сейчас Библии, что под каждую ситуацию, которая мне выгодна, можно найти перевод. Вот мне выгодна она на сегодняшний день. Я найду перевод. Но Писание говорит, есть и здравое учение. Здравое, это еще раз, это правильное понимание Божьих законов, Божьего слова, Божьего понимания. И этому нужно учиться. Мало того, что я знаю Писание наизусть, примерно где что написано, нужно иметь еще и здравое понимание, правильное понимание. Послушайте, пояс истины, он удерживает, если пояс кожаный, ремень, он удерживает наши штаны, брюки, то пояс истины, он удерживает нас от заблуждений. Человек, который имеет пояс истины, он никогда, который подвязан поясом истины, он никогда не уйдет в заблуждение. Никогда. И когда я вижу человек, придя в собрание, придя в служение, получив в церкви через веру в Иисуса Христа, через служение церкви, он получил спасение, его жизнь изменилась, и потом вдруг ты смотришь, он сворачивает с пути и даже принимает веру, которая абсолютно чужда, Евангелию. И он гордится этим, кичится этим, обвиняет тех, через которых он пришел к Богу, через которых он получил спасение, возрастание в вере, обвиняет их же в неправильном исповедании, то у меня заключается в голове одна мысль, включается одна мысль. Этот человек никогда не был припоясан поясом истины. Поэтому дьявол так легко увел его с истинного пути, обманул его. Мы можем видеть сегодня и читать об этом в Писании, что очень много лжеучений, лжепророков появилось в мире. Для чего? Дьявол, он понимает, что уже через наркотики, через алкоголь, через сквернословие, сигареты, он не сможет увезти тебя. Через что? Через лжеучения. Он начинает сеять твою жизнь и смуту, и ты увлекаешься каким-то ветром учения, и вдруг смотришь, ты уходишь с истинного пути. И человеку даже сложно объяснить и показать. Ты показываешь ему здравое библейское учение, а он его не принимает. Он отвергает его. И он находит оправдание своим словам. Друзья мои, пояс истины, здравое понимание законов Божьих, поклонение в истинный, знание того, что угодно Богу, послушание Его слов, удерживает нас от заблуждения. Удерживает нас от заблуждения. Еще 1 Тимофея 4,16. Посмотрите, это то, что касается тоже Божьей истины, пояса истины. Здесь апостол Павел пишет тому же Тимофею, вникай в себя и в учение. Вникай в себя и в учение. Есть две вещи, две вещи, которые обязательно должны в жизни христианина. А если я спрошу вас, а вникаете ли вы в учение? Вот что такое вникнуть? Вы знаете, когда мы берем кредит в банке, мы очень глубоко вникаем? Или нет? Или вы приходите просто, да, давайте, расписались и ушли. Или вы вникаете? С собой нужно еще лупу брать, потому что там же мелким шрифтом. И все нужно прочитать. И если это долгосрочный, большой кредит, мы очень, очень сильно вникнем, так или нет. Да? А пришла как-то ко мне одна женщина. И она говорит мне, Денис, я потеряла квартиру. Я говорю, как, объясните. Она говорит, я просто не вникла, я не прочитала договор. Она взяла деньги под проценты, оставила в залог свою квартиру. Когда я глянул, какие там проценты, у меня волосы дыбом, 75 процентов годовых. 75. Что вы делаете? Она говорит, я доверилась, я не вникла, я не прочитала. Братья мои, сестры, апостол Павел пишет Тимофею, вникай в себя и в учение. Мы должны вникать наше знание Бога и Слово Божие не должно быть поверхностным. Мы должны вникнуть то, что мы читаем. Нельзя говорить, я приду на домашку, там мне все расскажут, или я приду на служение, Денис выйдет хорошо, ремнем помашет, все понятно. Нет. Мы сами должны вникать в учение, разбираться, точно ли это так. А правда ли так написано? Мой пастор всегда мне говорил, говорит, Денис, всегда проверяй, спрашивай. У меня было много вопросов, когда я пришел только в церковь. И вдруг я смотрю, задаю вопрос пастору, говорю, слушай, а вы, что, вы детей не крестите? Он говорит, нет. Я так думаю, ну всех-то, наверное. Там-то обычно крестят же детей, а здесь не крестят. И он мне сказал такую вещь. Он мне говорит, знаешь, если ты мне покажешь в Библии, что Бог говорит это делать, протягивает мне Библию, говорит, если ты мне покажешь это в Библии, мы, говорит, здесь поставим купель и будем крестить детей. И я обрадовался, я-то думал, что это есть в Библии сто процентов. И я начал вникать в учение, в учение о крещениях. Итак, я узнал, что оказывается крещение, есть Иоаннова крещение, есть крещение Иисуса, есть крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, есть еще крещение Духом Святым, и есть еще крещение в смерть. Оказывается, столько крещений. Первое, с чем я столкнулся, Иисус крестился в 30 лет. И его не привели туда ни мама, ни папа. Он сам пришел. И я до сих пор не нашел в Библии, где нужно крестить младенцев. Почему? Потому что я вник. И я разобрался в этом. И мой пастор всегда говорил мне, Денис, все проверяй по Писанию. А где написано это? Где написано? Вникать в учение, вникать в себя. Тоже очень интересно. Мы вникаем в учение и вникаем в других. В учение мы вникаем и в других. Так, а что там, как? Ремень у Вани такой какой-то. Я-то думал, а он. И мы вникаем. Слушай, при чем здесь Иван, ремень? Ты его, его пояс истины, ты свой пояс истины, посмотри, ты подвязан. Может тебе стоит уже проковырять еще одну дырочку с шилом и потуже затянуть? Вникать в себя. А на мне, как это? Как на мне? А я, как в служении? А теперь послушайте очень важную вещь. Пояс, вот когда мы читаем с вами эфесянам, то одно из видов вооружений, самое последнее, какое, кто помнит? Последнее из шести. Меч. Молодцы. Меч. То есть, что происходило? Воин обвязывался поясом, и на этот пояс вешался ножны, а в ножны вставлялся меч. И меч, он не носился, да, так, ну, как, подмышкой. Вы не найдете ни одного воина, что воин так меч подмышку и пошел. Меч всегда он он был в ножном, а ножное оно привязывалось к поясу, прикреплялось к поясу. Вот как братья некоторые мобильные эти сигнашки свои, у кого есть? Володь, у тебя пристегнута, Дима, к ремню? Где? У кого пристегнута к ремню сигнашка? Севолод, ну-ка выходи, сейчас посмотрим, как меч у него. Вот что-то похожее. Вот смотрите, сразу видно. Вот у него к ремню все, машина, у него под боком, выходи, выходи, ты или кружок так сделай просто. Видите, вот, чтобы было понятно. Вот у него меч, да, и ты так, чтобы видно было, видно, да, блестит. Спасибо всем. Круг сделал, да. Вот опасно садиться на задние ряды. Вы увидели? Когда воин чувствовал атаку врага, тогда он выхватывал меч и мог защититься, он мог одолеть врага. Точно так же, если сейчас вдруг все, Влада, машина запиликает, он быстренько раз, схватит и проверит, все ли в порядке или нет. А теперь послушайте, что я хочу вам сказать. Дьявол тоже имеет меч. Меч, как Слово Божье. Он очень хорошо знает Библию. Он может цитировать вам Писание наизусть. Представьте, за пять тысяч лет можно же узнать Писание и изучить его. Можно? Наизусть можно. Он очень хорошо знает Писание. Наверное, он доктор из всех докторов богословия. Магистр. У него есть все степени. Он может доказать вам. У него он знает Слово. И если я думаю с ним сразиться чисто так на Слове, у меня ничего не получится. Библия говорит нам, что дьявол имеет меч, как Божье Слово. Но его меч, в чем разница, не находится в истине. Он употребляет Божье Слово и через это Божье Слово подстраивается, искушает. Помните, как был искушаем Иисус? Как атаковал его дьявол? Помните, как? Словом Божьим, Библией. Он ему говорил. Помните, когда тот взолкал, хотел есть, и дьявол ему говорит, если ты Сын Божий, скажи камням, сделаются хлебами. Дальше, следующее искушение, когда он стоял на крыле храма, написано, ангелам твоим заповедают, не преткнешься, то есть, понимаете, не преткнешься, он берет, цитирует слова из Писания. Он атаковал Иисуса Писанием, он атаковал Христа мечом, как и Слово Божие, но его меч не был припоясан в истине. Дьявол не ходит в истине. Он использует меч, но он не припоясан. В этом есть опасность лжеучителей, которые имеют Библию, но они не припоясаны истиной. Но если мы припоясаны истиной, если мы знаем, что есть истина, если она вокруг нас, ни один лжеучитель не сможет увести нас. Мы сможем преодолеть искушение. И на написано, которое дьявол атаковал Иисуса, Иисус отвечал, написано припоясанное истинное. И именно меч, как Слово Божье, припоясанное истинное, дает силу побеждать врага. Слава Иисусу! Наш меч, наше Слово Божье, оно должно быть совместимо с истиной. А теперь последнее. Как припоясаться истиной? Как? во-первых, нужно иметь ремень, купить. Хороший ремень, пояс, стоит дорого. Я столько раз на ремнях прогорал, честно вам скажу. Ну, подешевле куплю, но вроде снаружи красивый, такой застежка, блестящий. Ну, три месяца, сезон максимум разлетался, разрывался, дырки расползались, я выбрасывал. Опять думаю, ну, сэкономлю. И столько раз пролетал с этим ремнем. один брат подарил мне вот этот ремень. И он мне говорит, этот ремень носил мой отец. Отец говорит, умер, я его тоже долго носил. Когда я это услышал, я так обрадовался, у меня появилась надежда. Он не новый, он, может быть, старомодный, но он левис, левис, кто разбирается в моде, левис, что-то значит. Но он крепкий, прочный, настоящий. Нужно приобрести, чтобы припоясаться, или как припоясаться, если нужно сначала его приобрести, для этого нужно приложить усилия. В Боге не дается все легко, вы не найдете такую легкую победу, ни в одном сражении. Всегда победы одерживались трудом, потерями, приложением усилий. Даже генералы, когда они в окопе, они когда ты не на передовой, но ты в окопе, ты издалека руководишь сражением, даже генералы, которые не на передовой, которые чистенькие, они все равно переживают, они сидеют, у них случается инфаркт, потому что они тоже участвуют в этом сражении. То есть, что я хочу сказать, чтобы припоясаться, первое, нужно приложить усилия, захотеть и приложить усилия. Второе, нужно встать, как мы уже говорили. Что это значит? Это решить для себя больше, не играть в церковь. Мы так взяли ремень, поигрались им и положили его на место. Не принять для себя решение, не играть в церковь, а принять решение, стремиться угождать Богу. Я хочу угождать Богу. Вот как в семье, жены, как в семье угождать Богу? В семье как угождать Богу? Жены? Не слышу, громче, сестры. Угождаем мужу. Так написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, а как в семьях угождать Богу? Любить. Ну так, я к тебе не слишком суров. Вообще, вот это слово меня пугает всегда, когда думаю, ой, не быть слишком суровым, то есть суровым можно, слишком, слишком не быть, но суровым. Вот это, любить жен, как свои тела, как Христос возлюбил церковь, и отдал жизнь свою, так мужья должны любить своих жен. Вот когда мы перестаем играть в церковь, когда мы по-настоящему начинаемся стремить или стремимся угождать Богу, а во всем, в семье, в учебе, на работе, в служении, в жизни, это совсем другое, но это наше решение. Пояс это самое первое, что нужно, братья и сестры. Ну, когда вы бежите в бой, в сражение, у вас штаны спадывают, ну, тогда теряет смысл, надо щит держать или штаны. Меч, щит, тогда меч, щит и без штанов бежишь. Ты представил, улыбается он, Вика, сидит. Все не имеет смысла, представьте, он в шлеме, но без штанов. Ну, что это за христианство, вы понимаете? Нам нужен пояс истины, принять решение, встать, решить, не играть больше в церковь, хватит, стремиться угождать Богу. Третье, уделять время для Божьего Слова и познания истины. Уделять время. У вас должно быть специальное время. Вы каждый сами для себя определите, но должно быть время для Божьего Слова. Без этого никак. У вас есть время для семьи, я знаю, есть время, братья, для машины, даже у сестер, у некоторых есть время для машины. Вы прям специально посвящаете время машине, все, милая, мне по делам надо. Я знаю, какие сейчас дела у тебя будут. Ты пошел свою милую машину там натереть, починить, покрутить, час, тебя дома нет, ты уделил ей время, клейма там проверил на аккумуляторе, колесо попинал, мы уделяем время. Сестры, да, магазин, сходь, денег нет, пошли в магазин. Ну, или чуть-чуть денег есть, а ходим, как будто у нас, сейчас мы тут все скупим. Мы уделяем время, это нормальные, ну, как бы нормальные вещи, развеяться. Мы удивляем время для наших животных, собак, кошек, рыб, это правда, и это тоже нормально. Мы уделяем время для детей, для работы, для внешнего вида. О, как мы уделяем время. Просто посчитайте, сколько по времени сегодня вы уделили для своей внешности времени. И это нормально? Нормально, если мы уделяем время для Божьего Слова, если оно для нас не является приложением, как приложением мобильного телефона, а если оно для нас важно, уделять время для Божьего Слова, познавать истину. Я хочу знать истину. Почему так? Библия дает ответы на все вопросы, на все. Это правда, абсолютно на все вопросы вы найдете ответы в Библии. Мы просто ленимся, мы ленивые того, чтобы уделить время, покопаться, помолиться, поискать, взять какие-то перекрестные тексты. вот в чем проблема. Следующее, мы должны вникать обязательно в себя. Вникать в себя, заглядывать в себя, проверять свои мотивы. Вы знаете, что есть мотивы правильные, есть мотивы неправильные. Вот я, например, проповедую, у меня может быть несколько мотивов, вроде правильные вещи идут, но могут быть мотивы разные. Я могу проповедовать на улице ехать год для Иисуса или стоять с плакатом, или пойти сделать доброе дело кому-то, но мотив могут, мотивы могут быть разные. Я могу здесь сейчас проповедовать такой мотив, чтобы вам понравиться. Вам понравилось? Если пять человек подойдет и скажет, Денис, спасибо, хорошая проповедь сегодня была, все, я счастлив. Мотив, это тоже может быть такой мотив? Но это неправильный мотив? Абсолютно. И мне, вы знаете, все равно, что вы обо мне скажете. Абсолютно. Вы меня похвалите или вы скажете какую-то ерунду, он нам говорил, мы не согласны. Мне все равно. Потому что я сделаю, я стою здесь и делаю это по одной причине, что Бог сказал мне это сделать. И для меня важно угодить Ему. И я знаю, что за каждое слово, вот здесь оно законспектировано, за каждое слово, которое здесь, мне придется дать ответ не вам, а Ему. И очень часто ответ приходится давать здесь, в земной жизни. Отвечать приходится, как ответишь за свои слова. Или ты отвечаешь за свои слова? Да, придется, пред ним придется. И конспект мне свидетелем будет. Вот это истинный мотив, он должен быть правдивым, как мне его понять, вникнуть в себя. Какой у меня мотив? Почему я это делаю? Почему я служу? Почему я играю? Какой мотив? Что я ищу себе жену, невесту? Какой мотив? И последнее. есть одна опасность, хочу, чтобы вы поняли. Когда мы сами себя припоясываем, все, у нас есть пояс истины, мы его нашли, и мы начинаем сами себя припоясывать. В этом есть опасность. Почему? Потому что если это пояс истины, Божий пояс, то Бог его должен и припоясать. Как? Я попытаюсь объяснить. Когда мы приняли Христа, и мы приняли Его Дух, аминь, Дух Божий живет в каждом рожденном свыше человеке, то есть человек, который покаялся, принял Христа, в нем живет Святой Дух. И если человек не покаялся, не принял Христа, Дух Божий в нем жить не может, потому что он грешник. Вот почему мы проповедуем покаяние, и нужно покаяться. Так вот, когда мы приняли Христа, а Бог есть Дух, мы приняли Бога, Дух Божий, то Дух Божий живет внутри нас. Он внутри. Мы это можем чувствовать, потому что мы начинаем думать по-другому, мыслить по-другому. Мы перестали материться, матершинные слова начинают резать нам слух. Если вы со мной согласны, поднимите руку, что матершинные слова режут. Но как так? Ведь мы же все матерились, ну почти все, пару святых людей здесь может. Некоторые матерились так, что мама не горюй. Но что сегодня произошло с нами, что нам даже матерные слова режут уши? Чудо рождения свыше. Дух Божий, который живет в нас, Святой Дух, Он не дает нам спокойно жить и реагировать на греховные вещи. Это прекрасно. Аминь. Так вот Дух Божий живет в нас. Он обличает нас, Он наставляет нас, наша совесть становится такой очень чувствительной. И что еще Он делает? Когда мы вдруг слышим проповедь, не знаю, может быть некоторые такое переживали, или читаем какую-то книгу, вот у меня такое часто. И раньше я не мог понять, когда я пришел к Богу, я не мог понять, я брал какую-то книгу, мне ее рекламировали, говорили, такая классная книга, тебе нужно ее прочитать. Я брал ее, начинал читать, ну вроде все, ну как в буквах, все написано правильно. А внутри, ну не принимаю все, ну вроде умом понимаю, ну все правильно написано, но внутри какая-то предоставка, какая-то как? Тревога, предостороженность, какой-то сигнал. Или я слушаю проповедь, такое тоже бывало, и на служениях, и на ютуб, ты слушаешь проповедь, ты вроде бы понимаешь, он правильные вещи говорит, но внутри что-то не то. То есть Святой Дух, он начинает внутри бить тревогу и показывать тебе, что это слово не от Бога, либо в нем присутствует заблуждение в этом слове. Вы понимаете, да, о чем? О чем речь? То есть он бьет тревогу. Дух Божий, который, вот какая есть реакция на грех, вот внутри нас и появляется реакция на ложь. Когда я припоясан истинною, когда Дух Святой припоясал меня истинною, у меня появляется реакция. Я слышу правильные вещи, но внутри я чувствую сигнал, я не могу принять это. И я понимаю, Бог во все хорошо, правильно говорит, но внутри меня сигнал, и я понимаю, что это слово не от Бога, когда человек может говорить, так говорит Господь, или мне Бог сказал, но я понимаю внутри нет. Либо есть какая-то тревога по отношению заблуждений. Вот я называю это припоясание Святым Духом, то есть когда Он припоясывает нас поясом истины. И мы должны не припоясывать себя, это мне нравится, я буду принимать, а это мне не нравится, понимаете? То есть это мне нравится, это нет. Мы должны позволить Святому Духу припоясать нас, и Он живущий в нас сохранит нас, да благословит нас Господь. Встанем помолимся. Братья и сестры, затянем наши ремни потуже. Аминь. Кому нужно проколоть дополнительную дырочку, колите, как говорит, колитесь. Кому нужно у Бога просить прощения, просите. Господи, я неправильно вел себя по отношению к своей жене. Я не просто был суров к ней, я был как? Слишком суров. Я не любил свою жену. Господи, прости меня, я не была покорна своему мужу, бузила постоянно. Прости меня. На работе я неправильно поступал по отношению к начальникам, постоянно там эти споры, сплетни. Это предвыборная кампания сейчас уже всем кости перемыл от Грудинского до Собчак и Путина. Всем! прости меня, господи, за ропот проколите эту дырку. Может быть, кто-то вообще сегодня без пояса снял его дома, его повесил там, вспомни, что однажды, когда тебя призвал Иисус и зажег тебя огнем, ты держался за этот пояс, ты спал в нем, спал, сутками он был одет на тебе, и ты следил за ним, и ты дорожил им, и держался за него, и одерживал победы, вспомни, пояс истины. Братья и сестры, мы проигрываем в наших сражениях, потому что мы не имеем этого пояса. Нужно перестать играть в христианство. Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в истине. И пусть всякий раз, когда мы здесь поклоняемся нашему Господу, и мы протягиваем наши руки к небу, пусть в наших руках будет этот пояс. И мы всегда будем заглядывать в свое сердце, в свои мотивы, мы будем показывать и говорить Господь, мой пояс он со мной, я припоясан. И так мы сможем дойти до небес, мы сможем все преодолеть, мы устоим. Пусть Бог нас благословит. Из шести воинских амуниций, вооружений, одно мы закрыли. Впереди нас ждет еще пять замечательных вооружений. Аминь, братья и сестры. Молимся тогда. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова